Завершилось первенство города по военно-прикладным дисциплинам на кубок четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова. Соревнования проводились под общим руководством отдела образования администрации города и включали в себя несколько этапов, среди которых строевая, тактическая и медицинская подготовки, сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, а также тропа разведчика. В первенстве принимали участие команды из 10 образовательных учреждений Шадринска, возраст обучающихся от 14 до 18 лет. Цель – дать представление о военной службе, о военных дисциплинах учащихся в общеобразовательных школах, ну и чему-то научить их. Мы повышаем мотивацию к службе в вооруженных силах, это раз, потому что сейчас в обществе не очень это хорошо, все разница. Люди нормально к этому относятся, нормально относятся к допризывным комиссиям, то есть они готовы идти служить, не отказываются. В конце минувшей недели на базе 10-й школы прошло два этапа соревнований – разборка и сборка автомата Калашенкова и одиночная строевая подготовка. Время – разборка и сборка автомата Калашенкова и одиночная строевая подготовка. Нужно отметить, что в командах, состоящих из шести человек, присутствовало по две девушки. Как отметил главный судья, проявляют они себя с самой лучшей стороны, а в некоторых ситуациях даже превосходят юношей. Я из команды лицея номер один, попала я туда случайно, ну нас выбирали учителя физкультуры, так как, ну выбрали меня, потому что я участвовала раньше тоже в таких соревнованиях подобных, и уже как бы умею, более-менее знаю, что это такое и как это делать. Ну, сборка-разборка автомата и строевая подготовка. Года три-четыре, наверное, назад я, ну просто стало интересно, сначала я поучаствовала в стрельбе, ну, заняла там первое место когда-то. Потом тоже были некоторые награды, третье место как-то командное было, вот. А дальше как-то само получилось, что потом позвали на соревнования командой по строевой подготовке, и тогда стали здесь тоже участвовать, подготовились и стали участвовать. В ходе одного из этапов школьники должны были продемонстрировать правильное выполнение строевых приемов и команд. Кроме того, внешний вид каждого участника оценивался по десятибальной системе. Наша команда из второй школы, здесь мы, потому что сильные противники остальным. У нас ребята восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс. Здесь, начиная с четырнадцати, по восемнадцать лет исключительно, поэтому мы принимаем участие. Молодые смотрят на уже, значит, пожилых, пожилые стараются не ударить вязь лицом по сравнению с ребятами, которые помладше. Вот, и поэтому тендент такой, так сказать. Мне понравилась военная, что ли, тематика. Мне нравится вот разборка автомата. Как бы я неплохо разбираю. Ну, и эти строевые, как... Мы долго тренировались, чтобы сюда еще попасть. Согласно итогам всех этапов первенства по военно-прикладным дисциплинам, третье место завоевала команда школы номер восемь, второе – гимназии номер девять, а победа досталась обучающимся школы номер два. Преподаватели, которые готовили команды к соревнованиям, отмечают, что подобные мероприятия играют важнейшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.